всем привет ребята я сегодня первый день отработала и хочу вам рассказать что у нас сегодня случилось заехала сейчас с работы заехала домой завезла мужа потому что это должны прийти сегодня телевизор там кое-что делать настраивать еще какие-то каналы кто-то должен прийти его скину а сама сейчас в магазин поеду первый день отработала неделю считай дома сидели а в ресторан считай открываем с утра рано надо кое-что подготовить на завтрак и яйца набить и бекон пожарить свеженький ну и так освежить что-то как у себя надо время а плюс потом иногда не нога практически до народа очень много и над думать блин адресу творить а я еще меня на завтрак и чуть лица густ трясешься прям камера трясется я даже остановилась может аж полчик длинные а вот так нет такого ну и все а думаю блин надо еще так много готовить картошку ладно я как раз магазине была я приготовлю я приготовлю такая все поменяла то есть трясется какая-то тряса густая дорога то ровная что трясется непонятно ну и вот а думаю не то это думаю картошка который готовится два часа думаю ладно а я как раз магазине была купила все для это вот это картофель на запеканке думаю ну ладно у меня есть хорошая такая емкость как раз я сейчас приготовлю на завтрак тоже два часа это долго это не если я в семь ресторан открывает не самый край надо в пять поставить уже в духовку мы чуть нет а вдруг народ не будет а чуть я сейчас все дела переделаю как бы ну не охота вставать раньше конечно а как два человека борется во мне на может отпадение многое надо и блины и печенье много работы когда недель не работаешь очень много чего надо делать мало ну ладно картошку приготовила так быстренько так в голове план сделала так я приду быстренько это разведу это разведу приду все равно минуту на сорок пораньше блины разведу в процессе буду жарить тупик он кинуто а успею так прикинула все успею ну ладно проснулись едем на работу подъезжаю обычно кстати неделю отдыхали утром встали пять часов темнота я смогу вставать давай пять утра он такой да какой пять ты чё на улице еще темно ну все а ехать до работы 45 минут моющий машин спит я еду обычно парковки подъезжаем нас парковка у нас вообще вся улица потому что бизнес открывается ну 8 и 8 9 10 там дальше вся там вся улица прям спокойно тишина такая подъезжаю к нашей к нашему вот зданию где ресторан у нас там три бизнеса один бизнес занимает барбарша мужской стрижет мужик парень потом мы потом два два помещения занимает оружейный магазин парковка полная полицейские столько машин я такая я не думаю к нам в ресторан залезли кому он нужен пустой ресторан я говорю к нам мы все с наташкой сюда приказывались вот так если не дай бог к нам залезут воры потому что нас к соседям залазили которые до этого еще был бизнес да барбарша был бизнес делали они ремонтировали машинки швейные пылесос такие к ним залазили а мы все с наташкой к нам залезут и с ума сойдут денег в кассе больше 40 долларов никогда не бывает а то все рублями только на сдачу ставляем ничего нет продукты ну прям лимитированные там и с честной взять нечего ну ладно я такая подумал что случилось мало ли вдруг сразу мысли такие потом смотрю ганшап вот у нас это оружейный магазин а мы только у нас вот этот короче хозяин вот этот который сейчас вот этот вот держит магазин вот этот вот ганшап вот этот оружейный он выкупил после короны он выкупил накопил денег и выкупил полностью все здание так много денег вложил поменял окна поменял двери впереди обшил все здание красиво стало так крыша очень большие деньги вложил через через две недели будет вложить парковку новую разлиновывать кстати очень хорошо много денег вкладывает я даже не жалею потому что я знаю что это хорошие вложить денег бла 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 ну ладно а еще вот кстати у меня мысль такая была до этого у него стояла дверь такая и там была решетка такая вот прям мощнецкая сзади вот как бы с внутренней стороны здесь стекло наполовину главное у нас были все двери половина как бы дверь дверь а половина стекло а это он поставил прямо полностью стеклянный вся стеклянная она не двойная одинарная дверь такая как бы до этого были двойные и чтобы как так может дверь вот как будто знаешь вот все на виду открытое дверь разбито вот все стекло разбито время шесть наверное пятнадцать ну как бы утро еще шесть десять пятнадцать дверь разбито стекла по моему поселушке миленькие ну все мы так я такая говорю блин своему горе слушай точно кто-то к нему залез ночью пришли там это кофе сделали сварили украли не украли я такая говорю где отнеси им а там полицейских полно экспертов всяких там проверяют там на родище внутри лазило проверяли каждый уголочек я говорю иди отнеси им свеженькую кафельку и узнаем вообще что случилось там ну все омоешь тоже любопытный пошел кофе сварил налил по этим стаканам понес приходят и рассказывают а у него стоят камеры везде камеры естественные потому что оружие они сигнализация вот эта подключена к этому прям в полицию и говорю там же полицейские работали я говорю на что спрашиваю что полицейские говорят мы приехали через 15 минут вот как они дверь открывали сигнал сразу пошел что взламываются во первых такое время сразу сигнал пошел они тут же выехали мы говорим через 2 минуты уже были на месте а полицейский участок очень близко а тем более ночью не движение ничего они посчитали 2 минуты и уже приехали уже никого не было они начали проверять камеры говорят подъехал на 2 машинах 3 человека один из них был черный очень высокий представляете они разбились а в магазине витрины вот как вот в ювелирном все под стеклом толстое стекло и вот так просто не разобьешь надо чем-то как бы таким вот ну специально разводить стекло разбили витрины забрали тридцать пять пистолетов и брали вот с одного конца а буквально следующая витрина была с дорогущими пистолетами а брали вот прям вот быстро брали не разбирались а вдоль стен вот так на стенах вот так по всему периметру здесь у него висят эти как называется по-русски винтовки во во винтовки и прямо одна винтовка висела и цена 4 200 а этот хозяин говорит а если ее можно продать ну как бы продать она у него просто висела она не была на продаже у него два дорогих очень оружие есть он говорит я не продаю я просто их повесила как бы ну они написано что они не продаются их не взяли они быстрые представляете они ограбили магазин вынесли 35 оружий пистолетов за 15 секунд говорят так интересно такое ощущение кто-то знал потому что у них есть как такая секретная камера она такая скрытая ее не видно так скрыто они прямо вот знали единицы и когда заходили они вот мужик который брал у них видно один тут другой там третий там как стояли я не знаю и вот именно от этой камеры он прятал свое лицо потому что знал что там камера а поставили машину так а темно же парковка как бы она особо не освещается поставили так в этом машину что вообще эти номера на машине вообще ни с какой стороны не увидишь поставили такой угол не видно ни с одной камеры кто-то прекрасно знал расположение камеры ну все ну они оставили на парковке в масках были маску кто-то уронил полицейские взяли все равно по ДНК не определяют самое интересное они так поставили а потом они дождались нашего соседа у нас Владимир Барбарша а у него тоже есть камера а он сам делал он никого не нанимал он сам ее поставил и все и она идет только на его телефон вот у нас телефон как домашний проверяет и все и полицейские вот дождались он пришел они проверили его камеру а там прям на весь экран они так поставили чтобы как раз у Владимира номера машины все видны вот такие дела представляете я своему говоря представляешь если б я решилась пойти пораньше как планировала я может быть и застала это ограбление может помешала им 4 часа говорит утра грабили представляете так уже я говорю мы живем в таком в таком штате мы живем я когда я сюда приехала так думаю блин вот такое ощущение как будто двести лет назад люди как вот сюда переехали вообще вот эмигрировали вот именно вот Ньюингланд вот эту часть мы живем люди такие спокойные живут дома большие живут друг от друга далеко печки топят дровами вот такие знаете у них вот своя жизнь такая спокойная как то я все говорю old fashion как вот у вас старинки живут и так спокойно политику особо не касается такие спокойные не бастуют никогда как-то спокойный такой штат я говорю хорошо здесь спокойно мы иногда дверь даже дома не закрываем потому что кто пойдет к нам домой так бы чтоб это а сейчас уже думаю блин уже даже страшно представляете 35 оружия украсть 35 оружия украсть блин это продать они их не продадут сто процентов никто не купит потому что здесь как ты их купишь здесь регистрируют все оружие регистрированное вот так нельзя просто есть только вот я вообще не понимаю что-то такое не это нелегальное каким-нибудь наркоманом путешествие я вообще не понимаю тут не зайти говорит давай ходи он каждый раз ходит какую-то новую информацию знает блин а мой такой как хорошо что ты не пошла на работу я тебя больше не отпущу лучше оставаться давай будем вот так раньше по-моему мы с Наташей пойдем с утра пораньше в 3-4 просил там какие-то заготовки там что-то особенно когда ужин делали ой нам раненщик надо было мы ходили раненщик блин уже страшно страшно ну как это полицейские сказали ну если теперь как ласис вот этот вот номер машины прям появился а все это же зарегистрировано сейчас сто процентов знает кто это был а плюс помазки отпечатки здесь у всех берут у всех в базах есть отпечатки пальцев вот так вот вот так вот уже нет спокой даже в нашей деревне спасибо чтобы меня послушали а вот вообще что вы думаете насчет оружия у нас так свободно здесь продается оружие да кстати еще своему говорю такая вот все это проходит я такая ему говорю а вот только вот выходной он пошел себя вовсе убирать в такой мне говорит Свет иди мне нужна твоя помощь такая че Свет говорит у меня не хватает места чтоб поставить мои эти винтовки а у него в офисе стоит шкаф как оружейный кабинет такой и там место для восьми и он уже это запомнил представляете восемь винтовок просто там стоит я говорю а сколько у тебя еще таких вот как бы это не умещает он еще шесть я говорю тебе сколько пистолетов четырнадцать представляете сколько у меня в доме оружия я знать не знаю я говорю чтоб все оружие было только в офисе и все под закрытый под ключом представляете только в нашем доме только оружие вообще ужас а в некоторых домах а я говорю вот этот мужик которого ограбили он наверное пару месяцев назад один мужчина короче парень к нему пришел и говорит ну как парень мужчина молодой говорит приди ко мне домой у меня в бейсмент как подвальное помещение люди оборудуют там делают как мэнкейв такой как мужское такое место и он говорит посмотри у меня отец умер а у него большая коллекция оружия и он пошел этот наш вот некто посмотрите говорит в подвале триста оружия триста наименований триста представляете в одном доме вообще не знаю по мне бы вот и не надо бы вот это вот свободные продажи брать вот вот чтобы так продавали оружие я вообще не знаю я против что вы думаете про оружие в россии по моему нет свободной продажи как там в украине в россии по моему я точно не уверена у нас свободно хороший бизнес а кстати этот мужик он так начинал тяжело оружие нельзя брать как в кредит и вот он начинал когда он так долго не мог вообще быть как он не брал ни выходных ни отпусков и он все праздники работал все с утра до ночи с утра до ночи работал и вот только в корону он и говорит меня корона сделала миллионером он миллионером стал потому что он ни на день не закрывался а плюс еще корона а плюс еще во время короны вот эти были выборы вот эти президентские вот эти поставали люди скупалось оружие прям до до голой полочки все скупали и вот он миллионером стал поэтому он выкупил полностью здание он говорит я только начал почувствовал деньги дом выплатил как бы почувствовал что у него деньги появились вот тебе пожалуйста 35 оружий если самое малое они 350 и среднее я думаю это мало такой цены в основном они дороже даже если по 350 представляете какая это сумма огромная сумма ну все поехал по магазинам задариться рассказала вам что у нас случилось и вот сегодня они даже не работали были закрыты ну все пока пока